Девушки отдыхают Да, хочется запеть, конечно, по такую веселую, бодрую, оптимистичную музыку, которую ребята транслируют, конечно, лето, понимаете? Вот солнечный яркий свет на улицах, вот сейчас я приезжал к студии, стоят катки. Катки, это, значит, облеплены рабочими, они как работают, восстанавливают московские дороги. Я понимаю, что лето несет вообще некое обновление физическое, моральное и вообще хорошо на душе. Закончился учебный год. Дорогие товарищи дети, хочу все знать. Он закончился, но мы вот что вам хотим сказать. Мы это кто? Это я, вся бригада Алексея Веселкина, вся бригада проекта «Хочу все знать». Денис Евгеньевич Николаев, который сейчас находится в Китае, но он уже на подъезде к Москве, и следующий наш эфир мы будем снова вместе. Вот я вам должен что сказать, дорогие, хочу все знать. Понятное дело, и вспоминая себя при этом, год закончился в учебной, а родители с тебя, нет, не слезают. Не слезают, и бабушка, значит, стоя на кухне в углу с веником, все равно тебя гонит, дорогой внучок, читать книги. Вот, мы постараемся это занятие превратить в удовольствие. И поэтому сегодня разговор пойдет у нас о книгах, что взять с собой, какую книжку. Кто-то едет на море, кто-то в детский лагерь, кто-то к бабушке в деревню, кто-то остается в Москве, кто-то с папой и мамой на дачу. Вот, но не все же время там гонять мяч, играть в бадминтон, купаться, отдыхать, загорать и валяться в гамаке. Нет, для этого существуют все-таки книги. Я, например, хорошо помню, что мама меня загоняла, значит, читать вне классное и классное чтение, готовясь к следующему учебному году. Но есть огромное количество книг, от которых оторваться невозможно. Просто ты раз ее взял, в гамак залез или в какое-то кресло там залез плетеное на даче в деревне или где-нибудь на море, и все, и тебе уже ничего не нужно. Ты и не пойдешь, дорогой мой друг, не купаться, не пойдешь, не ужинать не пойдешь, не пойдешь с ребятами играть в футбол. Так, ну, значит, вводное слово закончено. Это я вас так мотивирую к чтению книг. Какие книги взять с собой в поездку? Вот так сегодня у нас звучит тема наша. Анастасия Североседдинова, учитель словесности новой школы. У нас Гася, здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия, здравствуйте. Вот, у нас есть целый список книг, которые мы сегодня будем советовать почитать, взять с собой. Вот, давайте будем говорить и о книгах, и почему именно эти книги вот в этот период, вам кажется, нужно брать с собой. Потому что же, ну, все-таки отличаются лето от осени, от зимы и так далее. Правда же, Витя? Ну, есть такое, да. Конечно, да. В Москве не всегда, может, это заметно. Ну, я, если честно, очень долго думала над тем, какие книжки можно предложить, потому что предлагать школьную программу я не люблю. Понимаем. Мы вас, мы школьники, вас понимаем. Вот, и мы стараемся и в школе в нашей, ну, и вообще как-то по своей жизни я стараюсь не грузить летом сложные литературы, хотя ту литературу, о которой мы сегодня с вами поговорим, она не менее сложная, но при этом еще и захватывающая, может быть, чуть более понятная. Это очень важно, летом это очень важно, потому что все-таки мы расслабляемся летом, и правильно делаем, кстати говоря, потому что все-таки нас ждет сложный учебный год, новые потрясения, новые знакомства, новые предметы, вот, и поэтому, с одной стороны, нужно себя, так сказать, держать постоянно в форме, а с другой стороны, успеть, ну, как бы расслабиться и себя приобрести заново. Ну, починить себя, понимаете? Ну, понимаю. Да. Ну, есть несколько, на самом деле, я постаралась включать сюда не только такие веселые какие-то книги, но и чуть грустные, потому что летом, ну, не все же лето веселится. А я с вами согласен тоже, можно порассуждать, конечно, посидеть под деревом, при том, под яблоней, там, особенно девочек касается, они начнут задумываться, так сказать, как, что, чего, вот они придут после лета, как они будут выглядеть. Ну, да, я с вами согласен, что задумываться тоже надо. Ну, да. Вот, и, ну, наверное, первая книжка, которую я сама всегда беру с собой и советую всем брать, и родителям в том числе, потому что она не только для детей, но и для родителей. Ее написала чудесно на Рене Абгарян, это современная писательница, и называется она «Манюня». А, «Манюня», ага. Да, ну, вы, кстати, читали «Манюню»? А, «Манюню» у меня дома, эту книгу сейчас вот принесли как раз. Вот, вот. Эта книжка хороша тем, что это история про лето, в основном про жизнь в армянском маленьком таком городочке-поселке Берт, в котором происходит история с Манюней, или по-другому с Машей, и с ее подругой Нарине, автором этой книжки. Это их там забрили-то потом? Забрили. Да, да, сейчас я ведь ничего не путаю. Вот, видите. Ну, так вот, видите, как я уже все в теме. Да, она очень смешная, и я сама помню, как я со своей мамой отдыхая, ей читала это на пляже, на море, и очень смеялись мы, и было вообще замечательно. Она подойдет и бабушкам с Веником, и родителям суровым даже тоже. Вот, и она, ну, такой про жизнь, про лето, про приключения, про то, как иметь несколько сестер в своем арсенале, про то, как отомстить плохим мальчишкам, если они вдруг как-то вот повели себя, они по-жендельмянски. Поставить на место их? Абсолютно. А вы знаете, я вот не в курсе, какого издания вы говорите, книги, потому что мне вот книжка, которая попала ко мне домой, там потрясающие совершенно иллюстрации, вот, и грандиозные. Поэтому даже сейчас есть уникальная возможность книги воспринимать, ну, более глубоко в плане того, что у тебя есть несколько возможностей восприятия. То есть и визуальный такой, не то, что он тебе навязанный, но просто он хорошо продуманный, такой вот, вот эти картинки прекрасные. И текст сам по себе, вот эти персонажи могут существовать сами по себе, а потом они уже у родителей, детей и бабушек связываются в какую-то отдельную историю, уже перед расходом ко сну они возникают все эти вместе, набрасываются на тебя, это замечательно просто. Ну, это вообще очень классная история, вот вы чуть-чуть упомянули ко сну, отходя, и многие родители думают, что, ну, все, ребенок взрослый, читать ему не очень обязательно. На самом деле это очень классно, если, даже если ребенок уже взрослый и такой уже осознательный человек, который сам себе выбирает книжки, все равно вечером прочитать какую-то общую книжку, которая вызовет какую-то эмоцию положительную или, может, отрицательную, совместную. Это тоже очень важная штука. Мне кажется, это вообще очень важная штука. Вообще очень важно заканчивать день всеми вместе, а если этот день заканчивается еще, и мы берем с собой такого друга, как книгу, и завязываемся все вместе на этой книге, отходя ко сну, прекрасно, в каком-то неком покое, но парадоксально скажу, покой с такой разбавленной возбуждением от самой книги, вот это вот электричество общее, мне кажется, это замечательно. Для родителей это очень полезно, потому что эти же дни прекрасно уходят, ребенок взрослеет, вы, товарищи, взрослые, слушайте, между прочим, да, это просто важно, раз его уже нету, и вдруг в какой-то прекрасный момент он скажет, а я не хочу тебя слушать, и книжку твою не хочу слушать, мне неинтересно это, поэтому надо пользоваться этим. А мне кажется, детям в любом случае это прекрасно, когда родители находят время сесть рядом, значит, и прочитать, и у них уже глазки слепаются так, хорошо, вот оно, настоящее счастье. А еще иногда бывает наоборот, а даже есть прекрасный французский педагог Даниэль Пинак, есть у него чудесная книжка, как роман называется, она написана, конечно, для родителей в основном, и для учителей литературы в частности, но там есть чудесная вещь, что когда вы читаете ребенку, и он чуть-чуть подрастает, ведь он тоже может читать и вам. Да, отлично. И это прекрасная, мне кажется, опция. Да, это совершенно другой опыт, потому что пропущенный через логику ребенка, через его даже какие-то дефекты, там, зуб выпал или еще что-то такое, это оставляет такой очень серьезный эмоциональный след. Давайте еще об одной, вы про эту книгу все сказали, про Манюнио? Ну, я думаю, что да. Хорошо, ребят, я ее видел, эту книгу, действительно, это замечательное произведение, давайте поверим, а если, значит, кто сомневается, можете нам написать или что-то самим посоветовать, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, 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 это наш ватсайбер, все ваши предложения, все ваши недовольства или все ваши довольства мы принимаем на наш ватсайбер. Внеклассное чтение Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три, набираем себе летнюю библиотеку, разную, вот разную библиотеку, значит, мы отметились уже книгой Нарине Абгарян, Манюня, прекрасно название Манюня. Хорошо. Отлично, да. Ну, давайте следующее, что у вас там в списках? Следующее, ну, наверное, она такая поста для ребят чуть старше 12 лет, ну, может быть, и для особо таких, можно и помочь ее, наверное, взять, написал ее Лоис Лоури, и называется она «Дающий». Это история про мальчика Джонаса, который живет в таком особом месте, называется она «Комуна», и ждет церемонии 12-леток, потому что в 12 лет в этой коммуне дети взрослеют, и они за ними все время наблюдают взрослые, и им предлагают выбрать какой-то род деятельности по тем наблюдениям, которые произошли. И, ну, например, кто-то начинает ухаживать за стариками, вот это их такое призвание, вот этот там девочек-алиманчик идет в эту область, кто-то начинает заботиться о младших, кто-то начинает, не знаю, там, строгать из дерева и так далее. И вот все так проходят, их около 20 человек, если я правильно помню. А вот Джонас, он не попадает в этот список, потому что он особенный, потому что он становится принимающим. Принимающим? Принимающим, да. Это очень такая, у него должность, он единственный из всех детей за все время, который становится принимающим. А кто это такой принимающий? Принимающий – это человек, ребенок, 12-летка, который учится и работает, ну, так в кавычках скажем, со взрослым, с дающим, который отдает ему те воспоминания, которых нет у людей сейчас. Эти люди живут абсолютно без воспоминаний, абсолютно без чувств, они их подавляют. Они живут в таком хорошем мире, без опасности, без каких-то, без войн и так далее. Но есть человек, дающий, который сохранил воспоминания все и о войнах, и о том мире, который, в принципе, о котором мы знаем сейчас. Но эти люди об этом не знают. Есть вот мальчик, которому нужно эти воспоминания передать, чтобы их сохранить. А, то есть он это все слушает? Да. Ну, не совсем слушает. А это как он? Откуда он их принимает? Он приходит к нему в дом, ложится на кушетку, и человек трогает его руками, дающий, кладет на него руки. А, и передает эту информацию? И передает ему эту информацию. И он видит это в картинках. То есть это такая страшная, на самом деле, книжка. Она, с одной стороны, очень такая волшебная и какая-то необычная, потому что мы с вами не живем в таком мире. А вот этот парень живет, и когда он узнает, что бывает, например, любовь, или когда он узнает, что бывает дружба, или когда он узнает о том, что была страшная война когда-то, или голод, у него начинает меняться мир. И эта книжка, ну, она такая, она, конечно, будоражит эмоции у тебя, потому что, ну, как же можно жить без любви, например, и никогда ее не знать. Или без дружбы, или без предательства, или без, не знаю, чувства голода. Потому что в этой коммуне всегда все есть, там все отлично, и там все друг другом делятся, но при этом, ну, например, семьи там создаются, есть совет старейшим, которые смотрят, ну, вот, например, это прекрасный человек, мужчина, и это прекрасная женщина. Их нужно соединить в семью, и у них должны появиться дети. Неважно. Там про любовь никто не говорит, и про симпатию никто не говорит. Просто так есть, и все. А вот этот... То есть это так рационально получается, да? Вот хороший человек, хороший человек, они... Да, два хороших человека. Спокойные, они вот друг друга будут дополнять, пожалуйста, вот. Да, но в этих семьях не всегда рождаются дети. К ним иногда приносят детей от тех женщин, которых выбрали старейшины, как... это их профессия. Они вот появляются на себе дети с помощью. Вот это жанр страшный, антиутопия, вот это продолжение Оруэлла, там, Замятина. Есть, но она более в таком варианте для, мне кажется, наших слушателей... Это, конечно, не очень обычный жанр. И может быть, непривычный жанр. Но он, как мне кажется, помогает посмотреть на мир вокруг. А что бы я сохранила в воспоминаниях? Если бы так случилось, то, ну, вот все воспоминания исчезли. А что бы у меня осталось? Понятно. А вот я как раз хотел вас спросить, вот для чего такую книгу надо брать? Ну, Манюнь, понятное дело, потому что это замечательная история, там все такие обаятельные. И, в общем, в принципе, себя можно увидеть даже среди этих персонажей, своих родных и близких. А вот здесь что? Это вот именно из-за того, чтобы мы не забывали, что воспоминания играют в нашей жизни. И вообще вот этот, скажем, базис, через что ты проходишь, не абсорбировав, извините за такое слово, значит, ничего не удалив. То есть в тебе ты, как личности, можешь состояться, только приняв на себя некий опыт. Конечно. Потому что так же получается. Ну, мне кажется, вообще лето... И позитивный, и негативный опыт имеется в виду. Ну да. Лето же, это пора вообще воспоминания. Мы же про лето помним еще, но нам желательно провести такое лето, чтобы после него еще как можно дольше помнить это лето, чтобы энергия откуда-то бралась. Да-да-да. Особенно, когда сидишь там, не знаю, на математике и скучаешь. Вот, поэтому эта книжка, конечно, про то, что важно вот этот опыт присваивать себе и не забывать, что, ну, не знаю, я не очень люблю это выражение, но на ошибках учатся. Может быть, это еще и про эту историю. Летом бывают, кстати, не только какие-то яркие события позитивные, но иногда негативные какие-то штуки. Про них, вот как с ними справиться? Помните ли о них или лучше про них вообще забывать? Ну, дело в том, что кому-то лучше забывать, а кому-то лучше помнить. Вот в том-то и дело, да, потому что это такая очень тонкая связь, она нелинейная. У нас время, знаете, прям уходит, поэтому давайте перейдем к следующей книге. Давайте. Давайте. Следующая книга Юстейна Гардера, называется она «Мир Софии». Это книжка про... это вообще философия такой сложной предмет на область науки, и она переложена на такое детское восприятие, детский язык. Это история про Софию, которая получает откуда-то странные послания, какие-то письма все время получает. И вот живет она в своем доме, и все у нее в порядке, но ей все время приходят какие-то письма от какого-то человека. Он ей там рассказывает про то, кто такой Платон, или кто такой Сократ, и почему вообще нужно о них знать, и что такое, ну, не знаю, мысль. И вот она пытается разобраться, во-первых, в этих сложных вещах, которые, ну, мы все время слышим, не знаю, про... У нас даже в классе в одной из школ, в которых я работала, стоял бюст Сократа. И дети все время спрашивают, кто такой Сократ, а что он такого сделал, что он тут стоит. Вот, и эта книжка как раз про... с одной стороны, про философию сложные такие смыслы, но понятным языком. А с другой стороны, это целый детектив, потому что София должна узнать, кто же этот человек, который все время пишет. И она, ну, там, конечно, заваруха еще там. София, если я не ошибаюсь, это уже в переводе означает мудрость. Мудрость, да. Да, видимо, вот не случайно. Конечно, конечно, не случайно, абсолютно. Там вот целый мир раскрывается. Не зря книжка называется «Мир Софии». Она совершенно... вот, к сожалению, она без картинок. Ничего, мне кажется, ужаснее книжки без картинок, но она настолько захватывающая, что... Да, в детстве это трудновато. Картинки меня в свое время просто спасали. Конечно. Потому что они занимают целую страницу. Конечно. Ну и вообще... Не хочется читать картинка, как хорошо. Так, мы сейчас прервемся на перемену. У нас взрослые новости на маяке. Вот, ребята, давайте чуть-чуть передохнем, и потом через несколько минут вернемся. Анастасия Серосединова, учитель словесности новой школы у нас в гостях. Еще раз вам здравствуйте, Анастасия. Значит, у нас три книжки мы уже положили. Положили. Вот. Ну, давайте дальше набирать этих самых прекрасных книг. Давайте. И книги, да, ребят, я должен предупредить. У нас не все такое развлекательное. Иногда надо подумать, переосмыслить свою жизнь, между прочим. Ну, ведь с каждым классом, с каждым годом, вот, не просто меняется, так сказать, мировоззрение там детское, да и взрослое тоже. Вот. А меняются просто, ну, миры практически. Ты вот за эти три месяца летние, ведь очень, знаете, многие, и ведь вырастают очень сильно, именно летом почему-то. Я вот заметьте, вот мы уходили на каникулы, приходит человек, ты кто? Другой человек. Да, другой человек, а мальчики еще обретают и голос. То есть они все полностью вытягиваются, ребят. Мы сейчас прекрасно знаем. Вот. И начинаем сами себя пугаться, потому что и обувь уже 46-го размера, и вот такая вот перчатка, как, значит, как крыло. Вот, голова еще не очень выросла, так сказать, как шишка торчит, а вот такой голос, какой динозавр. Вот. И в это время надо успеть прочесть правильные книги. Ну, да, чтобы голова тоже выросла. Коня, она должна распухнуть от знаний, конечно. Да. Ну, тогда еще одну книжку в копилку нашу. Анна Десницкая написала чудесную книгу, называется «История старой квартиры». О, и название отличное. Да, и мало того, что есть книжка такая, к ней еще вот совсем недавно вышла еще «Рабочая тетрадка». Там много всяких игр, ходилок, бродилок. Это история семьи Муромцевых от, начиная, ну, вот с начала 20-го века и до каких-то современных таких дней. История про то, как менялась одна и та же квартира, как в ней жили разные люди, разные семьи. Сначала в ней жила одна большая семья, а потом менялась государство наше, менялась власть, и менялись условия жизни в этой квартире. И вот она становилась то коммунальной, то опять становилась прежней. И вот это такая жизнь одной большой квартиры, мне кажется, это хорошая история для того, чтобы летом обсудить с бабушкой, чтобы она уже наконец положила свой веник, уже сесть и обсудить, как было на самом деле, и как она жила в это время. А может быть, и дед тут как-то подтянется и тоже расскажет. На турнике, да. Например. Вот. Кстати, после этой книжки, мне кажется, многие дедушки захотят вообще как-то омолодиться и вспомнить. Где же у меня моя скакалка, мой эспандер и гантельки по полтора килограммчика. Вот. Поэтому это такая хорошая семейная книжка, ее долго можно рассматривать. Там чудные совершенно иллюстрации, долго можно по ней бродить, ходить. Это не книжка такого. В один присест ее не прочитаешь, как, например, предыдущий. Там дающий можно прочитать, вот сел и прочел. Это нет. Это такая на подумать, на подольше. Даже все это. Поиграться, поиграться в нее. Да, да. И в нее еще можно хорошо поиграться. Ну, это очень, кстати, важно, действительно, наше возвращение к старым квартирам и вообще к пространствам. Тоже, так сказать, такое путешествие по воспоминаниям. И как оказалось, то, что мы выбрасывали в свое время из квартир, были же вот эти периоды, которые... Это все, значит, под нож, на помойку. Вот. А сейчас мы вспоминаем, что это такая прелесть была в этом. И в этих слониках, и какие-то матрешки, и, значит, старые советские, там, или какие-то фигурки, игрушки елочные, замечательные, совершенно рукотворные, там. Ну, да, и сейчас это же прям атлетит. Вот в том-то и дело, что, оказывается, надо все это заново по крупицам из всех этих фибровых чемоданов доставать, собирать. И, оказывается, тогда выстраивается некая логическая цепочка жизни, которую мы... Вот так человек просто устроен, он начинает ее рвать, прерывать, стремиться к каким-то новым формам, вот. А оказывается, базисы там вот, в этих... Да и вообще интересно, если кто-нибудь достанут родители из каких-нибудь своих закромов этим летом и покажут, что вот, вот, вот... А вот у меня, кстати говоря, ведь хранится же там, и куда-то полез, достал и показал это. Это же интересно. Это очень интересно. Очень интересно, обаятельно и правильно, самое главное. И тогда дети смогут, ребята, это действительно очень важно, про ваших пап-мам и бабушек-дедушек просто побольше узнать. Конечно. Там у них тайн вообще, сундук целый. Вот в том-то и дело, вот в этих сундуках, в коробочках каких-то, значит, обвязанных бечевкой там или еще что-то. Да, и они же вообще-то не сразу стали взрослыми, они же были еще вот, как вы, маленькими. Конечно. И вот там как раз вот этот вот тот мир, он и хранится. Это очень важно. Да, эту прекрасную книгу, все, записали. История старой квартиры Анны Десницкой. Да. Еще одну книжку, ну, наверное, так, чтобы вот мы веселимся или там вспомнили что-то. Еще можно чуть-чуть страшную книжку, наверное. А, я страшную. Что ж такое? Ну, есть, да, такая штука. Это комикс. Создал его Арт Шпигельман. И называется он Маус. Мышь? Мышь. Да, но она, книжка на самом деле страшная, только для смелых. Вот если будет у вас сила и смелость, то ее можно прочитать. Это история жизни мышей, семьи мышей, рассказанная сквозь призму, ну, то есть, сквозь такой сложный взгляд на Холокост. Ух ты, ничего себе. Это книжка, которая, это единственный комикс в мире, который взял Пулицеровскую премию. И книжка действительно необычная. Это даже и не книжка, это такой комикс. Мне кажется, многие дети любят комиксы читать. И она очень здорово рассказывает историю про то, ну, каким... Мир бывает не очень справедливым, конечно, к сожалению. И она такая, дает такой взгляд на то, почему сейчас какие-то вещи возникают, например, вокруг. Она тоже может немножко про это рассказать. И все это не на людях построено, не на жизни людей, а на жизни чудесных мышей, огромной семьи с разными характерами. То есть там только мыши? Там только мыши, да. И она такая вот, она вся черно-белая, но она так хорошо прорисована. Ее прям интересно тоже рассматривают, читать. И она прям сделана как хороший настоящий комикс. Комикс – это вообще-то искусство. Это не развлечение. Его создать очень сложно. И вот Марс Шпигельман это сделал. И получил за это даже награду. Удивительно, да. Страшная история в комиксах, да, еще на примере мышей, да, еще черно-белой. Конечно, к этому надо подготовиться, потому что, к сожалению, мы стали воспринимать наш мир только цветным. Раньше нам цвета не хватало, вот, и действительно черно-белого было больше. Ну, и технологически с этим связано было кино черно-белое, черно-белая фотография, черно-белая иллюстрация. Так просто было дешевле. А как выяснилось, что черно-белое обязательно должно быть, потому что художественности в этом, вот, на мой взгляд, больше, потому что есть дистанция. Она не отражает мир. Хоть черно-белое изображение на фотографии – это уже предмет искусства, потому что это некий вымысел, потому что мир цветной сам по себе. Ну да. Понимаете, какая вещь? И даже сейчас, вот, если многие, ну, например, ребята, я уверена, ведут Инстаграм, и там есть черно-белые фильтры. Ну, казалось бы, зачем? Да. Ну, цветно уже, все красиво, а вот тоже целое искусство сделать черно-белую фотографию и всем ее показать, чтобы она... Нет, это очень здорово. Вернуться как раз вот к черно-белому цвету, где вы исключаете цветность, и тем самым, ребят, вот, какой процесс происходит. То есть вы транслируете черно-белым наиболее яркие ваши мысли. Вот, то есть вы отсекаете все, что мешает... Да, все листы. Да, это очень важно. Это не должно вам казаться, что это скучно, это просто удивительно. Вы же не удивляетесь, что вы обычным карандашом, там, при этом, может, можете создать некий мир на листке бумаги, и вам этого достаточно. А все остальное играет уже в ваше воображение, добавляет и красок, и эмоций, и объемов. Правильно же ведь? Конечно. Мне кажется, это вообще очень... Ну, это очень важно, да? И сложно, но при этом, когда ты в это погружаешься, ты чуть усложняешься и чуть становишься интереснее другим. Ты уже знаешь какие-то вещи, которые многие не знают совсем. Вот. А ты вот... Да-да-да, это очень полезно. Так, записали, Маус. Еще одну книжку, она не страшная совсем, написала ее писательница по фамилии Паласи, он называется «Книжка-чудо». Был недавно фильм, вышел с очаровательной Джулией Робертса, и такой очень классный фильм, его тоже рекомендую, «Вдовесы книжки». Книжка чуть будет отличаться, ну, точнее, фильм отличается чуть от книжки. Это история мальчика Августа Пулмана, в сокращении его зовут Оги Пулман, он не совсем обычный, он родился с такой генетической особенностью, с болезнью, у него не очень красивое лицо. Он пережил много операций, чтобы правильно дышать, чтобы правильно слушать, и он уже пятиклассник, и он приходит, ну, ему уже скучно дома с мамой, и со старшей сестрой, и с папой, и с собакой. Ему уже хочется общения, ему уже хочется людей увидеться. Ну, понятно, конечно, да. Вот он приходит в школу, и там начинают происходить разные события, ну, потому что он не очень обычный ребёнок, и внешность его иногда может отталкивать людей. Но при этом он невероятно эрудирован, очень интересный человек, и вот он начинает исследовать этот мир, иногда кажется, что все его не очень любят. Но потом всё равно у него находятся и друзья, и люди, которые его принимают, и для него это прям вот такой целый путь, очень важный и сложный. Но при этом он как-то становится, усложняется, становится чуть мудрее, что ли, ко всем остальным людям, и находит и друзей, и находит какое-то своё даже призвание, и, ну, и как-то вот... Ну, а эти-то его приняли? Конечно. Вот это самое главное. Да все его приняли, потому что его невозможно не принять. Ну, сначала всё равно же... Ну, сначала, конечно. Ну, вообще, всегда, когда мы сталкиваемся с чём-то необычным, то что, ну, каждый день ты не увидишь. Ну, да. Это как-то нас сразу пугает, и хочется убежать. Да-да-да, настораживает, да. А, на самом деле... Ну, у некоторых вызывает даже агрессию. Да, ещё, да. Потому что это чужой мир вторгается в твою уже устаканенную жизнь. Там всё знают, а тем более у школьников, у детей, у них существует очень точно, как у зверей, ну, в хорошем смысле слова, абсолютные территории влияния, устоявшиеся взаимоотношения. Как в прайдах, понимаете, там, так сказать, вот, вот макаки там сидят, вот они всё точно знают, кто за что отвечает, и кто, что может себе позволить. Да. Конечно, вторжение таких людей, а для него, конечно, колоссальное испытание. Абсолютно, но он при этом, его родители несколько раз спрашивали, готов ли он или нет. Он всё-таки смелый, конечно, человек, это ещё и книжка о смелости, потому что, ну, не всегда, вот, особенно если вы закончили этот год в старой школе, и в Новый год пойдёте, в Новый учебный год пойдёте в новую школу. Это же страшно, ужасно. Да, очень страшно. А тут вот он смелый такой, тоже пошёл в новую школу, и всё прекрасно у него там получилось. Да, кстати говоря, вот у меня, знаете, мысли при этом, какая возникла, ребят, вот вы сидите, все мы сидим во всяких сетях, в Инстаграмах, вот, и под никами, и там, и не вылезаем оттуда, кстати говоря. А вот представьте, вот человек, которому необходимо настоящее общение, и он понимает, что это сделать очень трудно, потому что он необычный, ясно, что его будут воспринимать, ну, понимаете... Его будут бояться. С трудом, да, и всё равно он это делает. А мы сидим, нормальные люди, прячемся за чужими, вымышленными именами. Мы сейчас вернёмся, мы говорим о книгах, которые нужно взять с собой в лето. Внеклассные чтения. У нас из вашего списка осталось три книги, вот, и осталось у нас шесть минут, я так понимаю, на эти три книги. Ну, вот, практически мы, в общем-то, успеваем, но я вынужден вас просто предупредить, что хочешь побольше, набрать же эти книги сам. Да, я поняла. Давайте тогда ещё одну, ну, сегодня, видимо, такой день у меня, сложную книжку ещё одну положим в свой багаж. Дорит Линки написала её, называется «Она по ту сторону синие границы». Это такая тоже необычная тема, потому что про неё мало кто говорит, это история ГДР и ФРГ. Да, это история, но она... Напомним, что, ребята, чтобы вы поняли, что такое ГДР и что такое ФРГ, это не просто три буквы, это две разные страны такие были, которые потом слились в одну страну, опять стали единым государством, Федеративной Республикой Германии и Германская Демократическая Республика. А жили они одно время разделённой стеной, что само по себе феноменально. Ну вот в ГДР было жить не очень здорово, а в ФРГ казалось, что очень здорово. Так, казалось. Вот многие мои друзья, которые живут в Восточной Германии, сейчас очень переживают за то, что этот мир от них ушёл. Оказалось, что не так и плохо там было. Может быть. Так вот, главная героиня Ханна и её друг Андреас, они, ну, к сожалению, так вот случилось, что им там жить в этом ГДР плохо. И они решают бежать. Туда, за стену. За стену. Но бежать за стену очень сложно, потому что она охраняется и вообще как-то всё очень там грустно. Они решаются на то, что они плывут. Где? В море. В море? Там же нет моря. Есть там. Ага, понятно. Вот. И они плывут, и долго к этому готовятся. Дальше не буду рассказывать, потому что... То есть они решили не через стену? Нет. Решили по воде. Угу. И плывут даже несколько дней. Угу. Сами. Не в лодке. То есть плывут руками. А плывут прям? Да. Прям плывут. Чего себе. Да. Поэтому она такая, ну, может быть, тоже для самых смелых книжка, кто не боится страшных всяких таких поступков и таких сложных приключений. Угу. Вот. Ещё одну книжку... Это они за лучшей жизнью плывут-то? Да. Ага, понятно. Да. Но я вынужден здесь всё равно сделать. У меня друзья просто в ГДР живут, я не могу угомониться, что действительно был такой феномен, когда люди стремились за эту стену, и некоторые жертвовали жизнью, потому что там, так сказать, она сильно охранялась, да. Но получилось, что вот когда соединили эти две Германии, об этом тоже, ребят, можете прочитать, это очень интересная история, потому что оказалось, что ломали, ломали эту стену, а все, кто был по восточной, на восточной стороне от стены, так и остались, в общем, в том мире, и их туда не приняли. То есть их туда зазывали, там тоже трагическое, более сложная история, вот так скажем. Более сложная история. Ну и в этой книжке, да, много таких тоже разных вот маленьких таких историй рассказывается, которые тоже немножко нас усложняют и наш мир расширяются. Да, хотя, казалось, видите, вот интересная метафора, люди, разделенные стеной, железобетонные, разговаривающие на одном языке, казалось бы, да, и за какой-то период времени становящиеся не всегда, ну, не ближе, когда их соединили. В общем, интересная эта история сама вся, и сложная, самое главное. Не бойтесь этого, не бойтесь опускать. Ну, оно очень хорошо написано, очень понятно, и как-то очень даже в некоторых местах приятно. Так, по ту сторону синей границы. Границы, да. Так, записали. Вот, а ещё одна книжка Дэвид Алмонд написал, очень странный автор, очень, называется книжка «Меня зовут Мина». У него есть много и книжек таких, и глина, и, ну, разные, но мы вот на это сегодня остановимся. Это девочка Мина, которая живёт в такой, в доме с мамой, и начинается эта книжка с того, что «Меня зовут Мина, и я люблю ночь». Вот, и она очень необычная, потому что она смотрит на мир, ну, таким хорошим детским взглядом своим, задаёт какие-то вопросы. У неё даже есть отдельная глава про то, как она не очень любит школу, и как в школе там ей не очень здорово. Вот, поэтому это тем, кто, ну, такой, такой задающий вопросы, тем, кто очень любит смотреть как-то особенно на мир. Вот, наверное, для таких книжек. Ага, так, всё, записали, называется «Меня зовут Мина». Да, вот. Ну, и такая книжка для тех, кто, может быть, пока не любит ходить, например, в Пушкинский музей или вообще в галереи. Называется она «Армстронг Саймон» её написал, называется она «Искусство, это круто». И там действительно рассказывается история про то, что такое супрематизм, или кто такой, например, Пабло Пикассо, и почему искусство. Это интересно, это круто, это здорово, и картины, на самом деле, это целый огромный мир. И вдруг вы где-нибудь будете отдыхать в каких-нибудь странах, где есть галереи с картинами, и после этой книжки в это пойдёте, и всё сразу будете понимать. Это полезная книжка, всё записали. А вот ещё «Сахарный ребёнок» у вас есть книга. «Сахарный ребёнок» есть. У меня книга такая, она тоже такая сложная. Да что ж такое у вас одни книги? Да я не знаю, набралась. В следующий раз я принесу. Я так на вас надеялся, что мы расслабимся, и я вам принесла 10 сложных книг. Да нет, ну мы же назвали уже то, над чём можно расслабиться. «Сахарный ребёнок» — это тоже такая сложная книжка про пятилетнюю девочку Элю, и тоже про историю нашей страны, про то, как их с мамой, к сожалению, высылают из Москвы, и они отправляются жить в Киргизию. Ну по разным тоже причинам. Из-за её отца, который не очень был, наверное, приятен нашему государству. И она вынуждена, они были уехать, и девочка тоже такая, познающая мир, смотрящая на мир под своим углом, пока под детским. Анастасия, мы исчерпали время, значит, вы мне дайте слово, что вы в следующий раз принесёте 10 весёлых книг. Абсолютно весёлых. Да-да-да, потому что нужен баланс всегда ведь, правда ведь? Согласен. Всегда баланс. И мы зраним, чтобы не напугать всех, чтобы гамак от не сломался вместе с книгой, чтобы человек не упал с этого гамака под яблоки. Анна Исасия Серосединова, учитель словесности новой школы, была у нас в Косяк. Спасибо вам большое. Сейчас перемена и взрослые новости на маяке.